Детский садик номер 24 «Колосок» сдадут к 1 декабря. Мэр Анапы Сергей Сергеев дал понять, если в срок работники не уложатся, будут кадровые решения. Уже сейчас можно утвердить штатное расписание, набрать сотрудников и комплектовать группы. Чтобы родители точно знали, что их чадо зачислено, а значит с удовольствием помогут на завершающем этапе. Почему мы не можем привлечь тех же родителей? У меня тоже ходили дети в детский сад, я тоже работал и с граблями, и с лопатой, и краску покупал, и так далее. Сегодня там очень много работ по благоустройству надо выполнить. Почему не формируем группы? Если я буду знать, что через месяц мой ребенок туда пойдет, конечно же я в первую очередь приду и буду делать так. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила, запланирована проверка строительных и отделочных работ в новом детском саду номер 4 «Волшебная страна» на контроле исполнения поручений Сергея Сергеева. В Джигинке еще одно образовательное учреждение нуждается в ремонте, в школе протекает кровля. Оказалось, это не единственная проблема. На планерном совещании директор школы номер 19 рассказала, беговые дорожки пришли в негодность, электропроводка старая рассчитана только на освещение, школе 25 лет в этом году, столько же электропроводки. Глава курорта Сергей Сергей взял школьные проблемы на контроль. 243 многодетные семьи получили земельные участки в этом году именно в Джигинке. В текущем году и в целом мы предоставили 243 земельных участка на территории дорожного округа, 123 – это Джигинка, этаж – 120, 129 семей проживают непосредственно в данном сельском округе. Шесть человек у нас остается учтено как нуждающиеся. И могу добавить, что в программу софинансирования совместного по строительству и проектированию, в первую очередь, инженерных коммуникаций, также вошел земельный участок район улицы Краснодарской. Далее отчитался о криминогенной обстановке начальника дела МВД Андрей Терехин. За неделю 8 краж, раскрыты 10 из ранее совершенных. В четырех магазинах продавали алкоголь без лицензии, с продажи изъяли 808 литров. В отчете начальника миграционной службы Андрея Дубошина работа в цифрах. 197 иностранцев за неделю поставили на учет. Провели 12 профилактических мероприятий, 45 нарушителей привлекли к ответственности, 7 за проживание без разрешения, 36 за нелегальную работу, 39 выдворено из России. Дополнительно проверят рынки и крупные магазины. Нелегальных работников депортируют. Контрольный вопрос планерного совещания наказы жителей сельского округа. Обращались по социальным объектам, ремонту в детском саду и школе. Удовлетворена просьба родителей о транспорте для детей. Теперь спортсмены будут ездить на соревнования в 18-местном автобусе. Вопрос об открытии стационарного отделения в Джигинке вызвал возмущение мэра Анапы. Почему до сих пор его нет, если людям необходимо? Ответ начальника управления здравоохранения Сергея Сергеева не убедил. Слово «нет» в ответ населению должно звучать в исключительных случаях. Еще одно распоряжение мэра Анапы Сергея Сергеева – проверка отчетов. На бумаге работы в Джигинке на железной дороге приостановлены. По факту, во время планерки рабочие продолжали трудиться. Ну, дорогие друзья, зачем же обманывают-то с трибуны? Кого? Сами себя? Чтоб высленно собраться и уехать? Еще одна задача от мэра Анапы – возобновить дни здоровья в сельских населенных пунктах. Для главы такие выездные планерки – возможность разобраться в проблемах на месте. Для населения – возможность заявить о проблемах. Мы выезжаем конкретно сегодня в Джигинский сельский округ для того, чтобы решить накопившиеся проблемы округа. И плюс к этому поставить задачи на неделю. В целом, по городу-курорту. Вот я первый раз на такой планерке обычно по телевидению смотрела. И самое главное, вот Сергей Павлович очень, понимаете, так по-человечески, очень ответственно подходит к тому, как живется людям вот в этом сельском округе непосредственно, в который он приехал. Он побывал и в строящемся садике, и знает проблемы и нашей амбулатории, которая, ну, только в основном прием ведет. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа-регион.